всем привет дорогие друзья вы на канале по кашеварим если вы меня знаете то ок если вдруг первый раз видите то на канал подпишитесь тут рецептики обзорчики всякое такое интересное и сегодня в том числе сегодня мы готовим с вами манник апельсиновый это очень простая выпечка но очень вкусная под чаек под кофеек утречком вот так зайдет давайте ингредиенты просто тут копеечный тут у нас маночка с индексом m тут мука это та же маночка только мука это сахар ванильный сахар или ванилин можно использовать это разрыхлитель тест кстати я использую с шафраном ну якобы называется то есть он должен еще более желтым сделать цвет нашего продукта два яйца апельсин и сметана все что нам нужно давайте приступим берем сметанку я не самую жирную 15 процентную беру можно легко воспользоваться чем-то другим кисломолочным например кефирчиком это граммов 200 250 манку перемешиваем со сметаной и оставим на какое-то время чтобы она набухла чтобы сметана поделилась влагой с манкой по минут на 20 сахаром перемешиваем два яйца мы делили апельсин много нас а он один выдавливаем и добавляем к яйцам до вот такой эпичной нарезки снимите немного цедры потому что цедра она очень ароматная основной конечно аромат апельсина можно добыть именно из цедры сок это все второстепенно снимаем до желтого видите да то есть до белого не шкребем вот не надо вот так вот два раза делать хотя кстати с половинок удобно довольно цедру снимать на самом деле все цедры немножко наковыряли теперь можно выдавить помогите ложкой обязательно дырявой иначе ничего не получится вы знаете да лучше через сито это делаете чтобы все надойдет косточки остались всякие шкурки падающие перегородки цедру тоже туда же отправляем муку добавляем ванильный сахар и разрыхлитель сразу так удобнее просто перемешивать сухие ингредиенты уже потом добавлять жидкие единственное конечно плошечку бы побольше а то я не подрассчитал сухие ингредиенты отправляем к яйцам и в принципе можно объединять две массы манка и вот то что у нас получилось отдельно можно в принципе все в одной плошке конечно это все делать нет своя какая-то логистика необъяснимая и теперь замешиваем все это вместе получится такое тесто типа как на шарлотку чуть погуще наверное вот такое тесто полу текущая полу не текущая получается формочку для кекса желательно смазать я делаю растительным маслом рафинированным можно сливочным не принципиально и выкладываем массу у нас единственное что тут похоже что многовато будет что посмотрим надо естественно не доверху все это выкладывать потому что он еще будет подниматься он конечно поднимется хорошо относительно этого ну и ладно в духовку 30-35 минут 180 градусов что кексик приготовился скорее всего я вроде шпажкой проверил вроде бы все хорошо внутри за 35 минут а проверяем кекс вот так вот какую сухую палочку в середину если она она блин чуть влажная мне кажется ну уже сколько можно печь уже все уже 35 минут даже 40 наверно постояла как будет так будет на самом деле все просто эта форма должна быть просто чуть побольше по размеру сантиметров 25 26 она у меня меньше поэтому объем получился больше и возможно внутри чего-то не так но короче говоря все зависит от формы если такая то 40 минут точно печь если побольше формочка то 35 минут вот так хватит пока еще все горячая но попробуем достать кексик об красавчик красавчик мы наш кексик покроем чем-нибудь например шоколадом для этого растопим его а для этого предварительно его немножко измельчим чтобы ему было проще топиться наверное даже две плитки возьмем и вот до последней крошки и периодически будем помешивать и он будет таять уже начинается процесс можно еще добавить немножко масла чтобы после застывания на кексе была более такая тягучая консистенция москва а Мягкий такой, влажный внутри манник Что может быть лучше? Давай попробуем В отличие от использования обычной муки У него такая структура, ну что ли, менее рыхлая Более пудинговая, что ли Наверное, вот так вот можно сказать Это прикольно, это вкусно Аромат апельсинов, ну, не то чтобы чувствуется Но он есть, как бы Он есть, особенно если кусать вот где-нибудь сбоку В мякушке чувствуется аромат Сверху шоколад, он, естественно, все забивает В общем, ребят, такой рецептик на завтрак, на обед и ужин Да, пожалуйста, к чаю пользуйтесь Очень просто готовится Всего вам вкусного Разливаем чай